Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. И в минувшем часе мы говорили о том, что завершается неделя рекламы. Гости у нас были про кировскую рекламу, говорили. У нас на сайте слушатели спрашивали вас, ваше отношение к нашей местной рекламе, что касается аудио, видео, наружной рекламы. Я сейчас посмотрю на сайте, как проголосовали. Флаг тебе в руки, как всегда. А ты пока открывай, как ВКонтакте. А у тебя уже все готово. Раздражает. В 60-м более 66%. На втором месте я не обращаю на нее внимания. И на третьем устраивает. И 0% никто не ответил, не выбрал «нравится». Ну вот в этом плане у меня с тобой аналогичная ситуация. Единственное, что у меня большинство проголосовало за вариант «я не обращаю на нее внимания». Собственно, видимо, я тоже не обращаю на нее внимания, потому что не смог привести никаких серьезных примеров, кроме Анжелины Джоли, которая рекламирует у нас в Кире ювелирные украшения. Раздражает 23,1%, а устраивает 30,8%. Ну, собственно, очень лояльно, мне кажется, по крайней мере, наша аудитория ВКонтакте относится к кировской рекламе. Ты знаешь, я, кстати, тоже вспомнила, что однажды увидела на одном из новых центров. Тоже ее увидела, да? Нет, не Анжелина. Ума Турман была. У меня тоже первая мысль. Это же сколько ей заплатили, как она согласилась, чтобы здесь в Кирове рассместили ее фотографию. А, да. Ну, это я не знаю, кому вопрос. Кфас, наверное, да? Оставим. Господин Молчанов, посмотрите, что у нас тут звезды рекламируют мирового уровня. А мы, кстати, с вами сегодня, как кроме всего прочего, не поздравили наших великих, да? Не поздравили. Давай мы это сделаем прямо сейчас. А что ты? А кого ты хочешь? Ну, пока никого. Давай ты начинай. Я тут увидел, что сегодня день рождения у Имира Кальмана. Я вспомнил, что когда я был очень маленький, меня водила бабушка и мама на Сильву. Прекрасная возможность сегодня у вас вспомнить знаменитого композитора и послушать какие-либо из его произведений, по-моему, замечательно. Мне даже понравилось. Даже вот когда мне было там сколько лет? Восемь, наверное. Прекрасно. Кроме всего прочего, можно сегодня поздравить с днем рождения Львана Важенова. Посмотрела ты его когда-нибудь? Помнишь? Сегоднячка и все вот такое. Да-да-да. Прекрасная, по-моему, передача. Посмотрите где-нибудь на интернете, найдите. Очень мне нравилось в свое время. Аркадий Райкин. Любишь ты его или нет? Ну, вот такой вот человек, по-моему, с большой абсолютно буквы. И кого-то я еще хотел. А, Венечка Ерофеев. К своему стыду, представляешь, до сих пор не читал «Москва петушки». Да ты что? Сегодня я обязательно начну. Я могу всю книжку заждать, если тебя нет. Серьезно, да. Дай мне, пожалуйста, книжку. Надо исправить эту ошибку моей молодости, юности и зрелости. Зрелости тоже. Ну, я сейчас, конечно, улыбнулась. Ну что, все. Все, все, да. Вот кого мы назвали, сегодня слушайте «Сильву», сегодня читайте «Москва», перечитывайте, если кто не читал «Москва петушки». И смотрите, Райкина и Новоженова, ищите в интернете их выступления программы. Занимайтесь сегодня именно этим. А мы займемся тем, что обсудим нашу следующую тему. По четвергам обычно мы берем такие темы в рамках дневного разворота. Наш проект «Мама, папа, я здесь» — это наш совместный проект с газетой «Источек новостей», газетой «Бизнес-новости», с департаментом образования Кировской области и аппаратом главного федерального инспектора Кировской области. У нас на сайте, слушатели, если вы зайдете, адрес у нас в интернете хакирова.ру, вы там справа найдете ссылку «Мама, папа, я здесь», там истории детей, которые хотят, чтобы у них появилась семья. И также найдете у нас на сайте «Видеопаспорт детей», и есть у нас еще такой раздел, называется «Рок о помощи». Туда вы можете написать, если вы знаете, что какому-то ребенку нужна помощь, любого рода абсолютно, мы постараемся помочь. Напишите туда. Также «Читайте истории детей», мы публикуем в газетах, так что «Источек новостей» и газета «Бизнес-новости». Сегодня мы будем говорить, вот такая у нас тема, тема подготовка детей из детских домов к переезду в семью. Эту тему мы сегодня будем обсуждать. К нам пришли Людмила Киселева, это директор Спаса Таллинского детского дома. Здравствуйте. Здравствуйте. И Оксана Корсакова, это педагог-психолог. Здравствуйте. Добрый день. Всегда, когда мы берем такие темы на обсуждение в наш эфир, мы приглашаем кого-то из официальных лиц и обязательно родителей, которые взяли себе детей, у кого дома есть сейчас приемные дети. Сегодня у нас роли вот эти совпали, потому что вы бабушка и у вас приемные внучки. Расскажите свою историю. Значит, я работаю в детском доме 21 год уже директором, и так получилось, что в мой детский дом пришла работать моя дочь Кружеленкова Светлана. Она работает музыкальным руководителем. Они в браке состояли с мужем 10 лет, детей у них своих не было, и поскольку ее работа была непосредственно связана вот с теми детьми, которые воспитываются в детском доме, то все равно рано или поздно человек кому-то привязывается из детей. И так получилось, что в нашем детском доме поступили две девочки. Они даже с нашего Оречевского района. Они сестры, да? Да, они сестры. Двойняшки, да? Нет, они не двойняшки. Старшая девочка на два года старше, младшей девочки. Младшей было 5 лет, старшей 7 лет. И так получилось, что Света привязалась очень к этим девчонкам. Они несколько раз брали их себе на выходные дни, на каникулярное время. Ну и в конце концов эти девочки оказались у них в семье, и сегодня они уже воспитываются 8 год. Поэтому я вот являюсь, да, приемной бабушкой этих двух замечательных девочек. А часто такое происходит, что сотрудники детских домов как-то начинают относиться к каким-то детям по-особенному, и правильно ли это? Вы знаете, это, наверное, случается, как сказать, не часто. Но в нашем детском доме сегодня воспитывается в четырех семьях наших сотрудников, воспитывается 6 детей. Это бывшие наши воспитанники. Они попали в эти семьи по разным причинам. Вот действительно, кто-то кому-то привязывается, у кого-то там возникает какая-то симпатия. Но дело в том, что мы любим всех детей, и когда это происходит на рабочем месте, то мы стараемся не показывать свое разное отношение к одному или другому ребенку. Конечно, да. Да. А когда уже ведь все равно есть какие-то личные симпатии, личные привязанности возникают. Кроме того, мы уже несколько лет практиковали такой момент. Летом, когда детский дом закрывается на ремонт, то мы обычно всех детей, которых мы не устраивали в лагерь или в больницу, мы забирали всеми сотрудников. И ребенок, прожив 2-3 недели в семье, он, бывало, настолько привязывался и к этим сотрудникам, к сих. И он, но, наверное, и сотрудники. Да. И это вот такое отношение уже переливалось, личностные отношения. И вот не могли раторвать эти связи и брали к себе в семью. Ну, это, наверное, как раз наша история. Во время ремонта одна из сестренок проживала в нашей семье. И мои родители так к ней перекипели, что они теперь тоже воспитываются. Она и сестренка, они вот как раз двойняшки. Сколько им сейчас? 13 лет. А живут у вас? Более 7 лет. У нас есть еще у них брат. Он в ту женской школе-интернате. С ним мы тоже поддерживаем отношения. Нынче его брали на каникулы. То есть все это проходит очень интересно. То есть вы дочь, вы уже взрослая женщина. И своим родителям дали детей на время, да? Вы знаете, как выражается мой папа, каждый со своей работы что-то несет. Военные, форму им выдают. А я, видимо, детей какая-то принесла. Я говорю, что мы с тобой несём с нашей работой. Я? Нет, я не готов сказать сейчас. Знание, информация. Это мы преподносим. Это мы берём тоже, конечно. И то есть взяли на время, да? Да. И родители подумали, что вот вы уже выросли. Да. Мы уже из семьи улетели. А ещё есть сила. Ещё есть, как говорится, порох в пороховницах. Если не секрет, родителям сколько лет было на тот момент? Ну, почти 50. Ну, то есть уже возраст... Да. Ну, не испугались. Не испугались, нет. Сейчас как? Сейчас мы живём очень интересно. У нас очень большая семья. У меня двое детей. У брата тоже скоро будет пополнение. И ещё две девчонки, которые нам очень помогают. Моих детей очень любят. Водятся. Я на них всегда могу положиться. Отличная история. Когда вам брали... Дочь вас брала девочек. У неё уже были дети? У них нет детей своих. У неё вся вот теперь жизнь вращается вокруг этих двух девчонок, двух сестёр, которые действительно заменили им и стали действительно для них родными. Но я знаю, что у вас внучки ещё есть. Есть. У меня ещё две внучки. Это у сына две дочери. Вот. Поэтому... Ну, так получилось, что у меня вообще всего четыре внучки сегодня и только одна кровная. Ну, давайте. Вот историю вашу выслушали. Прекрасная история. Сейчас ближе к нашей теме. Всё-таки как ведётся работа с детьми, у которых потом появится семья. Ведь как изначально получается? То есть нашлись родители, да? И тогда начинается работа. Психологическая подготовка детей начинается уже с начала поступления в детский дом. А когда появляется уже желающая взять детей в семью, мы уже готовим особенным образом. То есть проводится специальный комплект диагностик. И основной смысл работы заключается в том, чтобы сформировать положительную направленность на семейное воспитание у ребёнка. Рассказать, что получается так, что твои родители сейчас настоящие не могут тебе помочь. У них затруднительная ситуация. Но есть другая семья, которая хочет тебя взять. Как ты к этому относишься? Давай порисуем, поиграем, поговорим. И когда уже точно известно, кто возьмёт ребёнка, этот родитель, происходит заочное и личное знакомство. То есть сейчас в настоящее время есть и школа для родителей, где родители готовят в приёмные. И у нас на базе детского дома также ведётся подготовка ребёнка во вступлении в семью. Ну, то есть определились, какая-то супружеская пара. Сколько встреч происходит с ребёнком? Вот, вы знаете, я хочу немножечко вернуться к предыдущему выступлению Оксаны и сказать следующее. Ведь, понимаете, вот дети поступают в детский дом из разных источников. Значит, некоторые дети поступают прямо из семьи, из кровной семьи. То есть родители лишают родительских прав и отправляют места не столь отдалённые. Некоторые дети уже приходят сиротами, социальными или настоящими сиротами. Они приходят из домов ребёнка, приходят, значит, из других каких-то учреждений. И здесь бывают совершенно разные ситуации. Ребёнок, который никогда не знал своей кровной семьи, даже у него нет понятия, что такое семья, что такое мама, папа. Он слышал где-то об этом, но практически никогда их не имел рядом с собой. А другое дело, когда ребёнок приходит из семьи, и какая бы мама-пьяница ни была, и какая бы там она... Ну, у неё бывают моменты просветления, она ведь не всегда бывает в таком состоянии. И у неё всё равно инстинкты материнские есть. И поэтому ребёнок чаще всего помнит свою маму. Помнит, чаще всего мать именно помнит. То есть запоминает только хорошие. Да, запоминает только хорошие. И поэтому бывает очень трудно, даже бывает гораздо труднее работать с таким ребёнком, чем с ребёнком, который никогда не знал кровную семью. То есть ему уже сложнее перестроиться на какую-то другую семью других людей, когда он помнит свою мать, даже что у неё были какие-то негативные моменты в жизни. Но он запоминает только хорошие. Да, он запоминает только хорошие. И вообще вот эти дети, я часто сравниваю за столько много лет работы, были разные случаи, когда мы встречались с детьми, уже много лет вышедшими из нашего детского дома, и совсем взрослыми. Я всегда поражалась, насколько эти дети благодарны вот тем родителям, которые их бросили. Ну, это уже немножко другая история. Да, это интересно. Да, интересно. Ну, значит, приезжал у нас мальчик, которому сегодня 23 года. И, значит, он после армии уже здесь хорошо в Кирове устроился, работает у него, есть своя семья. Говорю, Вова, а чем ты занимался? Он говорит, я целое лето, Людмила Алексеевна, искал свою мать в Шабалинском районе. Я говорю, зачем? Он говорит, а вы знаете, вот сегодня я хорошо устроен, у меня есть заработок, у меня, значит, есть у меня определённое жильё и так далее, есть семья, а вы знаете, у него, может быть, на кусок хлеба денег нет сегодня. То есть вот я всегда поражалась отношению этих вот детей к своим кровным родителям. Поэтому если ребёнку в новой семье, вот в старой семье было хорошо, то его труднее перестроить на новую семью, чем ребёнка, которому было плохо в семье или который вообще не знал семью. Но здесь начинается ваша работа, да? Да, непосредственно психологическая. А знакомство с родителями как происходит? Ведь это тоже такой сложный момент. Да, это очень и сложный, и захватывающий, и интересный. Когда родитель знакомится с ребёнком, то здесь сразу видно, подготовлен ли психологически был ребёнок к этому знакомству. Дети, которые были неподготовлены, сразу видно, они жмутся к педагогу, не идут сразу на контакт. А детки, которые подготовлены, которые уже проиграна с ними, ситуация вся семьи, они знают, что это такое, что к ним приедут гости, они хотят понравиться, поэтому они идут на контакт, немножко замирают, присматриваются, но потом очень быстро контактируют. Точно так же бывает и родители теряются, даже подготовленные после курсов бывают растеряются. Мне кажется, родители ещё больше теряются. Бывает такое, да-да-да. Ну то есть есть какое-то методическое пособие по поводу того, как вот погружение ребёнка в семью? Обязательно. Это ряд и методик, и целые книги, которые мы прочитали, изучили и внедряем в свою работу. Вот просто вы сказали о том, что когда перед глазами у ребёнка всё-таки был какой-то положительный момент, несмотря на то, что, может, мать или родители вообще, в принципе, плохо к нему относились или невнимательно, как вот всё-таки с такими детьми, как их перестраивают? Что конкретно с ними делают, чтобы они понимали, что есть новая семья, которая будет ещё лучше к тебе относиться и не зацикливаться на старой семье? Ну тут, наверное, я скажу. Мы никогда не говорим ребёнку, что у него плохие родители. Такого не делает, наверное, никто. Но мы проигрываем ситуацию с другой стороны. Что сейчас родитель твой родной не может тебе помочь. У него у самого трудная ситуация в жизни. Может быть, потом ты ему поможешь, а сейчас ты должен устроиться в жизни. Заинтересовываем его новой семьёй, проигрываем это всё, инсценируем. И видно, что если ребёнок принимает эту ситуацию, то, значит, переходим на следующий этап по подготовке. Дело-то в том, что, понимаете, каждый ребёнок, находясь в детском доме, и какие бы прекрасные условия мы там ему не создавали, и как бы мы там его не любили, не обхаживали, ведь часто дети поступают в детский дом из такого чуда, которое даже трудно сегодня себе представить. То есть, значит, спят на соломе, постельного белья нет, значит, в холодильнике один хлеб и так далее. Вот этот живого рассказывает, значит, что как их бросила мать. Три брата. Значит, младшему было всего три года. И говорит, было ли это, стирали, мать стирала бельё, вдруг увидела в окно мужчину с бутылкой, возвращающего из магазина, ушла и больше не вернулась. Вот. То есть, поэтому ребёнок, вот попадая в детский дом, мы, конечно, у нас прекрасные условия сегодня есть. Они насытые, они накормленные, они имеют огромное количество игрушек. Они все у них созданы условия для того, чтобы они чувствовали себя счастливыми. Но ведь каждый ребёнок мечтает только об одном. Чтобы всё равно у него была мама и был папа. И вот даже я, когда по утрам захожу в группу, обхожу, значит, своих детей, они первый вопрос, который мне задают, они почему-то считают, что раз я директор, то это я привожу им маму-папу, значит, пишу им письма, заставляю там писать им письма, посылать посылки и так далее. Поэтому они всегда говорят, директор, они, значит, тут они всегда запомнят моё имя-отчество, поэтому им это легче запомнить. Директор, а когда ко мне приедут гости? А когда меня заберут домой? А когда мне придёт посылка? То есть, понимаете, не каждый мечтает всё равно. И поэтому ребёнок понимает, что его мама долго его родная, не приезжает, не звонит, не пишет, не интересуется. И поэтому ребёнок сам и собой уже перестраивается на новую волну, и его легче. Они гости называют? Да, мы называем их гости. Какая сложная у вас работа. Непросто, да. Вы что отвечаете? Понятно, что это не от вас зависит. Ну, отвечаю, что подожди, ищем, напишут, скоро приедут, я постараюсь. Поэтому, ну, что-то. А тебе, я говорю, ещё немножко подожди, придётся немножко у нас пожить. Мы ведь не можем сразу всех отправить, мы ведь тоже не можем без вас жить, мы ведь без вас будем скучать и так далее. Ну, находим какие-то педагогические. Если маленькие детки загадывают тоже свои мечты и желания, описывают так, что, ой, мне бы там новую машинку, куклу или конфеты, то дети подготовительного возраста и старшего, да, они больше, конечно, загадывают себе маму, папу, семью осознанно уже. Ведётся работа, подготовка ребёнка к тому, чтобы вот как пойти в семью, а когда уже ребёнок в семье? То есть как вы бросаете как в воду, да, и всё, и больше не ведётся работа? Или же всё-таки это процесс, и даже когда ребёнок уже в семье? Отслеживаться этот процесс очень тщательно. И к нам приходят отзывы и родителей, и детей. Мы с ними общаемся, они нам могут перезвонить по любой проблеме, спросить совет, прислать фотографию, отчётность обязательно есть. Но если нет никакой реакции от них, вы всё равно контролируете? Нет. Дело в том, что, понимаете, вот только за последние пять лет мы передали из нашего детского дома под различные формы замещающего устройства, то есть в различные семьи, это приёмная семья, опека, усыновление, 78 детей за пять лет. Плюс 19 детей у нас были возвращены в кровные семьи, в родные. То есть иногда родители были ограничены в родительских правах, они восстанавливаются. Или, допустим, мама находилась в местах лишения свободы, вышла из тюрьмы, ведёт нормальный образ жизни, приобретает жильё, работу находит и так далее. Ребёнок возвращается. Поэтому отследить, конечно, всех детей, тем более у нас ведь не только забираются к Кировской области или Воречевский район, а у нас же детей забирают по всей России. Есть случаи иностранного усыновления, то, конечно же, мы не можем отследить как бы за каждым ребёнком. Но большинство родителей, во-первых, если у них складывается всё хорошо в семье, они всегда очень длительное время благодарят, стараются поддерживать связь с детским домом. То есть они очень благодарны за то, что мы хорошо их подготовили, этих детей, за то, что мы хорошо их воспитали. И поэтому они пишут благодарственные письма, на сайт располагают нашу информацию. У нас есть свой сайт, есть электронная почта, посылают письма с фотографией детей и так далее. Иногда мы выходим, когда долго, или, допустим, у нас у самих возникает проблема, ребёнок был довольно-таки непростой, а как у него складываются отношения в новой семье? Мы выходим на такую семью. То есть тут разные каналы. А есть какой-то испытательный срок? Ребёнок попал в семью, они же должны как-то привыкнуть друг к другу. Нет, вот знаете, очень мудро поступило наше правительство, когда выпустило постановление о временной передаче детей в семьи российских граждан. Вот в соответствии с этим постановлением, мы сегодня имеем право до одного месяца разрешать ребёнку проживать в той или иной семье. И вот это очень хорошо, с какой точки зрения? Вы знаете, что иногда одно дело, когда ребёнок встречается в стенах детского дома, когда рядом педагог, когда рядом психолог и так далее. И в любое время мы можем вмешаться в процесс общения ребёнка, установление контакта, помочь родителям и так далее. А другое дело, когда ребёнок оказывается в семье непосредственно, и он там переходит раскрываться совершенно по-другому. И у нас были случаи, когда родители уже были настроены брать этого ребёнка, но пожив ребёнок в семье в течение этого месяца, или, может быть, даже меньше, они приезжали и говорили честно, извините, но мы не можем этого ребёнка взять к себе в семью. У нас не складываются взаимоотношения. Часто такое бывает? Нет, не часто, но бывает. И мы всегда говорим, стыдного в этом ничего нет. Лучше сейчас вернуть ребёнка в детский дом, пока он ещё не привык, и вы к нему не привязались, и он не потерял связи с детским домом, с детьми, с педагогами и так далее. А ребёнку каково это? Ну, конечно, трудно переживаться это всё, но мы радуемся, что такие моменты есть на ранних этапах, потому что потом эта притирка, если не прошла хорошо, то это будет сложно и ребёнку, и родителю. Слушайте, Леха, есть у меня вопросы к вам тоже. Как всегда, когда мы обсуждаем эти темы, интересует мне ваше отношение. Может быть, вы взяли себе ребёнка, и вы хотите об этом рассказать, или с какими сложностями вы сталкиваетесь, или, может быть, вы как раз хотите, чтобы в вашей семье появился приёмный ребёнок, и у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, то, пожалуйста, звоните к нам, 708-502, наш номер телефона, это прямой эфир. Сегодня у нас в гостях как раз специалисты, это Людмила Киселёва, директор спасательского детского дома, и также педагог-психолог Оксана Красакова. Есть ещё номер для ваших смс-сообщений, 8-909-720-101-0. Пишите, обязательно подписывайтесь вначале. Ну, а сейчас что? Сейчас мы сходим очень быстро на рекламу и вернёмся. Обязательно. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Узельна, Игорь Жисев. Сегодня у нас тема «Подготовка ребят из детских домов к переезду в семью». Взяли мы эту тему, обсуждаем сегодня её в рамках нашего проекта «Мама, папа, я здесь». В гостях у нас Людмила Киселёва, директор «Спаса Таллицкого детского дома», и Оксана Корсакова, это педагог-психолог. Возникают проблемы. Вот сейчас мы во время рекламы с вами говорили о том, что взяли детей из детского дома, всё хорошо, но проблемы возникают какие? Проблемы возникают самые разнообразные. Дело в том, что я вот говорю, поскольку являюсь приёмной бабушкой двух девочек, то проблемы были очень много, особенно в первое время. И даже возникали такие проблемы, о которых, в общем-то, даже трудно было представить. Дочь у меня проживает в посёлке Лёвинце, это бывший военный городок, люди все, значит, там в основном интеллигентные, друга хорошо знающие. И вот однажды, значит, она мне звонит по телефону, поздно вечером вся в таком волнении в огромном, в трансе. И, значит, мам, ты представляешь, где мы сегодня нашли этих девчонок, семью и пятилетнюю, где на помойке роются? И для неё это настолько было дико, настолько это было неожиданно. А я говорю, Света, ну что ж ты хочешь? Ну, это понимаешь, их это был образ жизни до этого времени. Но ведь они у нас в детском доме жили, когда они же на помойку не ходили. Я говорю, ну они у нас в детском доме никогда не находятся без контроля, без внимания взрослого. А тут они оказались одни. И тот образ жизни, который был присущим до детского дома, он ведь никуда не делся, и он пока ещё из них не выветрился. И поэтому помойка их кормила, помойка им давала забаву, помойка им давала какие-то развлечения. Ну и они вернулись туда. Ну вы их воспитывайте, учите, говорите, объясняйте, и это всё пройдёт. Были проблемы и непонимание в школе с учителями. Что-то, если плохое совершилось, кто виноват? Детдомовка бывшая, да? Это самое, то есть ярлык навешивается, это ведь никуда не денешься. Это в большом городе не всегда знают, что ребёнок, допустим, взят из детского дома. А ведь в небольших населённых пунктах это всегда известно. Поэтому бывала проблема и вхождения в общество, вхождение в семью, это всегда возникает. Наверное, у Оксаны были какие-то проблемы? Были. Конечно, это, во-первых, и проблемы возрастные, проблема подросткового возраста, также вхождение в школу, потому что сейчас дети стали, так можно сказать, жестокие, агрессивные. И поэтому не всегда принимают они в группу таких людей. Правильно, Людмила Алексеевна сказала, что-то случилось, что-то пропало. Это ты, это ты, потому что детский дом. Они считают, что в детском доме ребятки у нас все и воруют, и плохие поступки совершают. Поэтому такой вот ярлык общества навешивает, и дети так и повторяют. Конечно, это могут быть проблемы медицинского характера. То есть никто не застрахован от того, что у ребёнка может быть выявлено через несколько лет какое-то медицинское заболевание. Ну да, супружеская пара жили-жили, и потом появляются дети, не маленькие, а возможно, что уже большие, уже сформированные с какой-то своей историей. Если есть в этой семье ещё дети, вот как ведётся подготовка их к тому, что появятся ещё и приёмные дети? Да, подготовка ведётся уже, это непосредственно родителей подготавливают к тому, что когда они будут знакомить своих кровных детей с приёмными, но тут как нужно отметить, что кровного ребёнка ни в коем случае нельзя ущемлять, нельзя меньше внимания ему уделять. То есть он должен жить так же, как жил, только у него появляются ещё братики или сестрёнка, положим. Вот в таком плане. Я вот знаете, что подумал? Вот вы сказали про помойку, и я вспомнил, что мы, в принципе, с сестрой тоже по помойкам лазили. Бывало, да? Я тоже лазала. Да, и с друзьями, зачем-то я не помню. По-моему, мы собирали... Знаете, у нас же не было никакого лего, вот сейчас как вот это все модные штучки у детей. Мы, по-моему, сами её как-то конструировали из того, что попадалось под руку. Интересно, что посмотреть что-то. У нас была специальная коробочка, да, мы прямо лазили по помойкам, находили какие-то удивительные штуки. Для нас это были сокровища, ну, для детей. Ну, это как блошиный рынок сходить. Да, и я вот сейчас так подумал, ну, действительно, может быть, в том возрасте, вот тогда я бы, наверное, тоже как-то по-особенному относился к детям, которые, там, пришли, там, в мою школу, с детского дома. У меня было бы какое-то особенное к ним отношение. Не знаю, с чем это выразилось бы. Сейчас мне уже сложно говорить, потому что мы со Светой часто разговариваем с людьми, которые непосредственно занимаются детскими домами. Понятно, что у меня уже бы сформировалось другое мнение. А я вот что подумал. А есть ли какая-то возможность, в принципе, на будущее, к примеру, там, какие-то группы детей из школ привозить. Знаете, как возят детей в театр. Я помню, нас возили, я учился в Юрье, нас возили в Киров, в Планетарий. То есть, точно так же возить в детские дома, чтобы там они общались, играли, показывали детям, как живут в детских домах, чтобы не было такого предвзятого отношения. Вы знаете, по этому поводу я хочу сказать, что уже такое практикуется, и, в общем-то, уже давно. И это всё зависит во многом от учителей и от родителей этих детей. Потому что мы не можем насильно привести к себе кого-то, да, приглашать. Но мы никогда не отказываем. И я вспоминаю вот по этому поводу, слушая сейчас вас, сразу вспомнил этот момент. Однажды к нам попросились ученики нашей Оречевской школы средней, где воспитывалась наша бывшая воспитанница, у них училась в классе. И дети негативно относились к ней. И вот мама настояла на том, чтобы, в общем-то, в конце концов, возить этих детей в детский дом, посмотреть, что там такое, кто там живёт и как. И она рассказывает, что когда ехали в детский дом, дети все, значит, это родительские дети, которые ехал в класс, они все шумели, смеялись, кричали. В общем, ну, вели себя, как обычно ведут дети. И когда возвращались обратно с детского дома, была полная тишина. Ни один ребёнок не разговаривал, ни один ребёнок не смеялся, не кричал. Вот, видимо, настолько их поразила судьба этих детей, что у них нет. И я встречаюсь с этим ребятами, всё время говорю, вы понимаете, вы берегите своих родителей. Вы берегите своих родителей, берегите своих мам, берегите своих пап. Потому что пока они рядом с вами, вы не понимаете, что это такое, когда рядом есть мать. А вот часто ли школы идут на такое? Нет, конечно, не часто. Или, может быть, они просто никогда не задумывались о такой возможности, им надо как-то это пропагандировать? Вот к нам очень часто приезжают воскресная школа из города Кирова. Раньше к нам ездили ребята из Лёвинской средней школы, часто очень со своими спектаклями, с программами. Из Кирова чаще приезжают, чем наши с Раёй Соричей. Поэтому это... Не знаю даже, чем это объяснить. Я ещё раз напомню, 8909-720-101-0 для ваших смс пишите, обязательно подписывайтесь. Как, например, это сделала Елена? Если ребёнок не может прижиться в новой семье, что происходит в этом случае, спрашивает она? Его возвращают? Кто и как отслеживает эту ситуацию? Значит, если ребёнок не может прижиться в семье, то, во-первых, все дети, которые передаются в семьи, они все находятся под присмотром органов опеки и попечительства. Они специально, значит, эти семьи отслеживают, время от времени проверяют, контролируют, как там происходит, если не усыновление ребёнка происходит. Но, конечно, бывают случаи, когда родители не приживают ребёнок. У нас, например, наших детей троих возвращали из семей. Значит, одного ребёнка возвращали, потому что случилась трагедия в семье, скажем, что подскончался папа, мама осталась с двумя детьми ещё, со своими кровными, и не могла больше воспитывать. Одного, значит, мальчика возвращали, потому что не сложились отношения с кровным ребёнком, совершенно не сложились, и мама не могла простить ему то, что у них, значит, теперь кровный ребёнок остаётся ущемлённый в чём-то. Ну, а третий, просто так не сложились отношения, всё, не получилось. Поэтому такие случаи, конечно, возвращают, но в целом по России вообще цифра огромная. В 2008 году из 7 тысяч детей, взятых из детских домов и школ и интернатов, 3 тысячи были возвращены обратно. То есть эта цифра очень большая, поэтому сегодня сейчас очень много говорят о том, чтобы готовить родителей. Раньше считалось там, что ну что такого особенного взял ребёнка, что я своего не воспитывал, или что я не воспитаю, да. А ведь мало накормить, напоить, надо ребёнка-то полюбить прежде всего. Ну и потом ребёнок со своей, ну как я уже говорила, истории, да, и тут нужен особенный, конечно, подход. Как ещё ведётся работа с детьми? Потому что когда ребёнок живёт в детском доме, понятно, что это один уклад жизни. В семье совершенно другой. Сколько я была в детских домах, во многих из них дети даже не совсем представляют, а как еда готовится. То есть такие элементарные вещи, которые мы, те, кто выросли в семьях, ну нам кажется, это элементарно. Я всё время люблю приводить пример. Значит, мы очень часто берём на выходные дни, значит, детей из детского дома, все сотрудники у нас, мы её разрешаем и так далее. И когда первый раз взяла мальчика, которому было 7 лет, домой к себе, только в первые годы своей работы, он пальцем у меня за вечер вымокал сахарницу, сахарного песка. Он впервые за 7 лет увидел сахарный песок, что-то такое. Его мама оставила в роддоме, он потом попал в дом ребёнка, потом в детский дом, и вот в 7 лет, впервые попав в семью, он увидел вот такое чудо. И поэтому у нас разработан целый ряд авторских программ в детском доме. Это программа трудового воспитания старших дошкольников, программа воспитания семьянина и так далее, где мы вот даём детям определённые навыки. И сегодня они у нас и пельмени стряпают, и хлеб пекут. И прибираются, и моются всё сами. В некоторых детских домах даже не группа, а семьи, да? То есть такая имитация делается. Мы также стараемся, что мы живём в одной большой семье. Поэтому на группы мы так не делимся. Но действительно для ребёнка, ну это же стресс, пришёл в семью, и совершенно всё по-другому. Это большой стресс, как и для ребёнка, так и для родителей. Это новый уклад жизни, и родителям нужно привыкнуть, и ребёнку, поэтому здесь родителю главное сразу же показать ребёнку, какие это правила, свою квартиру, ритуалы обязательно ввести, потому что всё-таки у нас ребёнок в таком режимном находится, да, учреждении, мы всё стараемся делать по режиму, и такой же уклад жизни должен вводиться и в семье. Ну вот ещё Альбина вас дополняет, по СМС тоже надо научить ребёнка не бояться спрашивать, чего он не понимает. Это обязательно. Ведь главное, что нужно ребёнку? Забота, понимание, чтобы его выслушали. Вот это самое главное. Ну и у детей наверняка всё равно такое потребительское отношение. Это, да. То, что в детском доме всё для тебя, то есть ты такой, иждивенец. Нет, вы знаете, в нашем детском доме воспитываются дети младшего, дошкольного возраста, до семи лет. И у них ещё этого, ещё нет такого. Нет такого, да? Да, нет такого. Они у нас с большим желанием выполняют любую работу, которую мы им предлагаем. Любят и могут там на улице прибраться, с удовольствием дорожки разгрести. То есть, в общем-то, работают, стараются. А это, вы говорите, по примеру вашего детского дома? А вообще, в принципе? Ну, в принципе, наверное, конечно, бывает. И особенно сегодня, когда всё больше говорят о правах детей и меньше говорят о их обязанностях, то это довольно-таки явление. Я бы отметила, что есть потребительское отношение к вещам, малобережливости. Вот, например, по своим девчонкам, можно сказать. Всё-таки в детском доме сломали, дали, порвали, выдали. Вот они к этому привыкают, и так вот случается. Слушатель. У нас слушатель на линии, Алла. Алла, на суде. Да, представьтесь. Я воспитывался. А, вот слушаю вашу дискуссию, да. Есть такие моменты, когда ребёнок всё-таки он уже не маленький, а достаточно взрослый. То есть это пример Макаревского детского дома, предположим. У нас уже ребята там были 14-12 лет, даже 15 были лет, которые заканчивали школу, кто-то даже экстернатом. И были такие моменты, как предположим, что его домой не приведёшь. И его уже как бы не привезти домой, только потому что он уже взрослый, и ему будет тяжело общаться с другими ребёнками, которые более маленькие, находятся в квартире у педагога. Но, тем не менее, педагоги брали нас. Это была Мясникова Галина Борисовна, Ворошилова Светлана Николаевна. Ну, то есть наши педагоги, там, директорша, брали домой, приводили. И ребёнок, когда побывал в семье, после того, что он был, ну, как бы, вот был в детском доме, потом его приводили в семью, и он после выходных приходил обратно в детский дом. Это казался рай какой-то о том, что ребёнок был в семье. То есть столько лет я там воспитывался, ну, как сказать, в течение жизненных обстоятельств родителя убили, мать была одиночка, и директорша в итоге полюбила меня, и я был любимчиком у неё. Я на меня водила домой и вырос нормальным, адекватным. Работаю нигде, нет никакого ущемления в социальном отношении людей. Вас как зовут, вы не представились? Илья. Илья, а вот вы сами готовы теперь, вот когда прошли вот весь этот путь, допустим, взять ребёнка с детского дома? Можно, конечно, но это же ответственность, очень большая ответственность, а у меня ещё возраст не подошёл к тому моменту, что я готов взять ребёнка. В принципе, почему бы и нет? Одного ребёнка можно своего, а второго взять. Я даже знаю таких, шесть неродных детей есть люди, большие семьи в Кирове. То есть и нормально уживаются, все адекватно учатся, общаются так же. Илья, спасибо вам большое за звонок. Да, и удачи вам. Спасибо вам за вашу историю. Спасибо, что рассказали. Ну что, всё, подходит наша программа уже к концу. Спасибо огромное, что сегодня к нам вы пришли. Ещё раз представлю наших гостей. Людмила Киселёва, директор Спаса Талевского детского дома, и Оксана Красакова, это педагог-психолог. Это «Дневной разворот в Кирове», наш проект «Мама, папа, я здесь». Совместная наша программа с газетой «Бизнес-новости», газетой «Источник новостей», с департаментом образования и с аппаратом главного федерального инспектора в Кировской области. И делаем мы эти программы, обсуждаем темы сиротства для того, чтобы у детей появились родители, появилась семья, и чтобы как можно реже дети даже вот с Паса Талевского детского дома подходили к Людмиле Алексеевне и говорили «Директор, когда у меня появятся родители?» Спасибо большое, что были с нами. Сегодня четверг. Вот в таком составе Светлана Удельна и Игорь Рытьев мы уже с вами услышимся во вторник следующий. Да, всего хорошего. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok